Добрый день дорогие друзья, Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Сенсационная новость друзья, хотите верите, хотите нет, я лично не просто верю, а знаю, что это действительно так. А вы, так сказать, делайте сами свое умозаключение, исследуйте то, что вам известно и приходите к тем выводам, которые позволяют вам ваше знание и интеллект. Итак, недавно на вопрос прямой непростого тоже человека, будем так говорить, имеющего определенные возможности. Один высокопоставленный чиновник, не буду говорить из какого ведомства, на вопрос прямой, жив ли Влад Бахов, пропавший в 19-м году на Смоленщине, ответил утвердительно. Но он сказал определенную фразу, но я ее дублировать не буду, поскольку это может привести, будем так говорить, к опознанию, может быть, того источника, из которого я это узнал. А узнал я как раз из первых, будем так говорить, уст, можно сказать. И я не выразил недоверия человеку, который мне это передал, эти слова высокопоставленного чиновника, потому что я сам подошел уже к такому же выводу. Влад Бахов жив. Что же это значит? Вот это вот, то, что он жив, здоров. Это значит, во-первых, что никто, никого на той поляне 6 апреля 2019 года на поляне близ города Демидова, райцентра Демидова на Смоленщине, не убивал. Не убивал, не убивал. Никто, никого, включая и Влада. То видео, о котором говорят, да, оно действительно было. Его, так сказать, видели те люди, которые рассказывают. Но оно носило постановочный характер. Оно было предназначено для других совсем целей, так сказать. Для других целей. Но когда, так сказать, накатили бочку на тех 12 или 14+, то, естественно, что они миром это видео смахнули из интернета. Но дело в том, что оно давно, давным-давно уже добыто. Добыто. И представлено было в Следственный комитет. Находилось. И сейчас, наверное, находится. Но дело в том, что оно не носит доказательственного характера убийства. И убийство, какому-то бы то ни было, не имеет никакого отношения. Там все эти прыжки, перевороты в воздухе, прыжки там с турника. Все это, так сказать, кино. Все это кино, будем так говорить. Не убийство. Поэтому оно не включено, этот фильм даже не включен, так сказать, в доказательства по делу. Доказательства по делу не включен. Так же, как и не включено в доказательства по делу и видео с шалаша, которое Иван Фадеев представил. Следственный комитет войска Смолянска. Вот. Что же это еще значит? Что Влад жив. Это значит, что Следственному комитету известна судьба Влада Бахова. И не только Московскому, не только Центральному аппарату СК России, а и, естественно, Смоленским следователям. А они, конечно, не могли это умалчивать. Они, конечно, доложили и докладывали постоянно, что делается по делу господину Барзыкину, или там, кто курировал следствие из замок. Они не могли удерживать такую информацию. И они получали, значит, естественно, из Москвы указания, и как вести следствие. И, то есть, они делали то, что проводили линию Следственного комитета. Вы можете себе представить, так сказать, что какой-нибудь начальник регионального управления, значит, тайком от Москвы, от Бастрыкина, допустим, варит какую-то кашу, значит, с целью замять какое-то дело, которое приобрело международный резонанс, огромный резонанс. Я себе такого представить не могу. Вы понимаете? Я работал в этой системе и знаю, что такое Москва, знаю, что такое вышестоящее начальство, знаю, чем это чревато, так сказать. А у нас, вы знаете, что мало того, что никто не полетел с работы, так сказать, или, допустим, не был привлечен к ответственности за хотя бы элементарную халатность, значит, или за неисполнение служебных обязанностей. Никто не был даже уволен, допустим, за служеб по служебному несоответствию, или понижен должность. И наоборот, значит, за это время вы видите, что и в должностях повышены, и в званиях повышены, и так далее, и тому подобное. Значит, все стали, значит, подполковниками, полковниками. И только одна следовательша молодая, которая начинала это дело, покинула, значит, свой кабинет, ушла на гражданку, но не по приказу, будем так говорить, о увольнении в связи с неполным служебным соответствием или с нарушениями, с какими-то, а по собственному желанию. А мы об этом раньше уже знали, мы об этом говорили, и вдруг, значит, нам говорят теперь, там, Бородкин или кто-то сказал, что вот аж один следователь, аж увольнения были. Да, было одно. Ну и что? Более того, значит, мы знаем, что и по результатам назначенной служебной проверки, которую Бастрыкин объявил войска по Смоленской области, никто не был наказан. Никто практически не был наказан. А как можно наказывать того, кто действовал по указке из Москвы, значит, действовал? Можно фиктивно, так сказать, наказать и тут же снять и дать премию. Снять наказание и дать премию, чтобы не обижать человечка. Вот, поэтому все, что не делается, все, что не делалось, и все, что делается сейчас по делу Влада Баха, это делается, значит, в трезвом уме, твердой памяти, и делается осознанно, если волокитится, значит, волокитится, если делается, значит, делается что-то. Ну, можете ли вы себе представить, что по делу об умышленном убийстве, причем они говорят, что известно уже, что это умышленное убийство, и известно уже даже люди, которые, так сказать, это могли совершить или совершили, и дело, и ни одного следственного действия, как нам проговорилась Бородкина, или там Анастасия, Анастасия, кажется, ни одного следственного действия, ни одного мероприятия, как она называла, следственные действия, не произведено в этом году, а уже 8 месяцев скоро, как кончится этого года, а все там, так сказать, застряли на уровне прошлого года, Последние в прошлом году произведены Больше никто ничего И никакие командировки никто не выезжает А чего в них выезжать, если делать тут нечего А чего проводить, какие следственные действия проводить Если не какие, нечего проводить Если все уже проведено, так сказать И все ясно с этим делом И зачем ковырять дальше, чтобы, так сказать, противоволну получить Значит, волну интереса уже к тому Что, а, Влад жив, а где он, у кого он, а чем он занимается Они не хотят этой волны Им, так сказать, легче, чтобы мы с вами занимались Опять же, значит, ковырялись в несуществующем убийстве Несуществующем убийстве И, значит, кибербулили опять несуществующих убийц Им важнее это И для того, чтобы кто-то, так сказать, не сказал А король-то голый Чтобы кто-то не сказал, типа, вот лысого этого дядьки Гордеева Евгения Владимировича Не сказал бы А убийства-то не было А Влад-то жив Вот это вот Это для них Для всех Кто занимается Кто варит эту кашу В средственном котле Это, конечно, неприятность Огромная Я думаю, что Может быть, и следователи, так сказать, менялись Не потому, что уходили в декрет и умирали А потому, что Не хотели участвовать В этом фарсе Я думаю, что Может быть, даже и Иван Фадеев Значит, из этого Из этого дела был Ну, вынужден был уйти Или Ушли его Потому, что он не хотел Варить тоже Мешать ложкой, так сказать Вот эту Прогорклую тухлую кашу Которая Варится В деле Влада Бахова Может быть Я не знаю Вот А цель Вот этого Варева Увести Нас Всех от истины От истины То есть, от того, что Влад Бахов Жив Но я могу сказать И нечто отрадное Значит, для всех нас Что Влад Бахов Не может быть Будем так говорить Обнулен Не может быть Вычеркнутой жизни Не может быть Убит Короче говоря Как некоторые говорят О, он живым Даже если он жив То живым Его оттуда не отпустят Его не могут Не отпустить Живым Почему? Потому, что Следственный комитет Да и еще Кое-кто Знают Где он У кого он Чем он занимается Как можно так сказать При этих обстоятельствах Ну Человека Убить Допустим Или отравить Там Или Состроить ему Какую-то Ситуацию В которой он погибнет Это же сразу же Так сказать Приведет к тому Что все будет возвращено На круги Своя И Все будет Расследовано Как положено Как положено Причем При наличии Нового Новой волны Активности Со стороны И родителей И общественности Это никому не нужно Почему бы Вот Мне могут Сказать И говорили А почему Тогда Просто Следственному Комитету Не сказать Товарищи Значит Нам удалось Установить Что Влад Бахов Жив Что он Значит Находится Там-то И там-то И дело Мы будем Прекращать В связи С раскрытием Преступления То есть В связи С отсутствием События Преступления В связи С отсутствием События Преступления Что он Сам Уехал Сам Выбрал себе Эту стезю Сам Значит Там Занимается Тем-то Тем-то И он уже Совершеннолетний И какие вопросы Могут быть Вот Мы вам Его сейчас покажем Живого и здорового И могут показать Значит Или картинку Или видео Кусочек Какой-то А может быть Даже Видеообращение Самого Влада Ко всем нам И к родителям Может в том числе Ну вот И поэтому Это было бы Честно Как по мнению Людей Справедливо И Успокоило бы Общественное мнение Все вздохнули бы Так сказать Выпили Валерьянки И так далее Правда Зрения уже Значит Которые Например Я сгубил На этом деле Не вернешь Значит Наверное Стенокардию Которую получил Тоже Не отменишь Но суть Не в этом А суть в том Что они Не могут Этого сказать Потому что Потому что Нельзя засветить Того Кто Будем так сказать И организовал Значит Исчезновение Влада Бахова И Того У которого Он все эти годы Может быть Находится И Нельзя Не только Засветить Потому что Ну Может быть Там Какие-то Постыдные Моменты А потому что Это Наказуемые Моменты Ведь Владу Не было Еще 18 лет То есть Он был Несовершеннолетний Подросток Во время Исчезновения 6 апреля 19-го года И И Даже если он Допустим Согласился Куда-то Ехать С кем-то То Все равно Здесь Элемент Преступления Наличествует Всегда Можно доказать Что Значит Что Он был Похищен Допустим Даже Вот если Он кивнул Головой Сказал Что А были Были ли у него Так сказать Основания Для того Чтобы поступить Так вот Добровольно Уехать Ну конечно Были Это и Нелады В семье Это Пощечина Помните Матери Которую он писал Это Это В школе Там Нелады Это Нелады С товарищами С какими-то Если они Ну Не друзья Так Товарищи Которые Организовали Ему Там Какой-то Бизнес Левый И Подставили Его на Бабки И Возможно Даже С наркотой Связано Я это Не буду Утверждать Это Следствие Может Установить И Установить И Если это Надо Если это Надо Все Можно Установить И Ну и Так Далее На Бабки Его Поставили Значит Он Говорил Что Очень Влетел Так Сказать На Деньги Что Деньги Очень Нужны И Когда Ему Обрисовали Допустим Что А вот Тебя хотят Туда Туда Устроить Все Твоя жизнь Будет В шоколаде И Все От Тебя Отстанут Или Мы Заплатим Твои Долги И Все И Все Почему Подростку Не Согласиться С этим Сесть Спокойно В машину И Уехать Вдаль Светлую Вполне Может Быть Что Никто Ему Руки Не Крутил Нарочники Не Одевал Не Связывал Не Грузил Так Сказать Как Дрова В машину Или В багажник А Вот Таким Образом Могло Быть Просто А Когда Значит Он Если Он Имел Доступ К Интерноту Увидел Что Какая Такая Волна Поднимать Да Ему Сказали Что Слушай Значит Внимательно Значит Никаких Социальных Сетей Никакой Переписки Никаких Перезвонов Значит Ты Погиб Тебя Убили Эти Друзья На поляне Все Тебя Нет Будем Мы Разруливать Этот Вопрос Ну И Разруливают До сих Пор На Глазах У Всего Мира Да Никак Не Разрулят С Этими Останками Позорными Которые Во-первых Вброшены Были А что Уже Преступ Говорит О Криминале Диком Что Где Это Значит Кто Пусть Даже Это Не Останки Влада А Любые Вброшенные Выдано За Останки Влада Это же Извините Меня Галимая Тюрьма Ну А нам Говорят Что Эти Замшелые Останки Останки Влада Бахова И Голова Это 72-летнего Старца Это Голова Влада Бахова Это Исключительный Случай Понимаете Ну Конечно Исключительный Потому Что Такой Лжи Давненько Не Слышал Весь Мир Когда Кости Чьи-то Старые Выдают За Кости За Останки Останки Это Как-то Более Уважительно Кости Это Старичка Какие-то Могильные Можно Сказать Кости Замшелые Антропологические Нисколько Не Подпадающие Подрост 192 Сантиметра Который Был Влада И Череп Этот С отсутствующей Одной Челюстью Весь Из Себя Значит Сосросшимися Там Родничками И Сочленениями Неизвестно Как Открученные Неизвестно От какого Скелета Вот Живущие Отдельной Жизнью И вдруг Он Признается В окончательном Итоге Черепом Влада Бахова Не смешите Мой Пресс Кубиками Не смешите Так И вот Еще раз Повторяю Что Убить Влада Не могут Потому что И Следственный Комитет И Кое-кто Еще Знают Ну Они знают А я догадываюсь Допустим Где он Может Находиться Вот И мы Решили Почему Нельзя Сказать Вот И показать Влада И сказать Что Вот Он жив И дело Прекращается Потому Что Вот Вот Еще Значит Вопрос Я повторяю Значит Управление Следственного Комитета России По Смоленской Области 10 месяцев Заминало Это дело Потому что Изначально Значит Они знали Где А Москва Знала С их докладов С докладов Наших Смоленских Комитетчиков Следственных Комитетчиков Доклада Руководителя Нашего Управления Смоленского Что Нельзя Это дело Придывать Огласки Значит Нельзя Говорить Что случилось Действительно Смоленского Легче сказать Что значит Сначала Что Убили А потом Значит Подбросить Кости И сказать Что Смотрите На них Криминального Следа нет Значит Он Сам Заблудился Ушел Замерз И Ушел На тот Свет Значит Таким Путем Понимаете Таким Путем Вот Это Объясняет И то Почему Не полетели Головы Так сказать Не полетели Погоны Не слетели С должностей Значит Смоленский Следователь А только Одна Вот Ушла Которая Первично Занималась Значит Этим делом По собственному Желанию Она Внутром Почувствовала Что здесь Чем здесь Пахнет Так сказать И Что можно Не только Должность Но и жизнь Потерять Может быть Не дай бог И ушла А нам говорят Что Она Не уволилась По собственному Желанию А ее Якобы Значит Приказом Сняли С работы За что-то Да не было Такого Мы изначально Знали Значит Это Вот Ну Почему же Москва Забрала Значит Что они Посчитали Что тут Недостаточно Хорошо Заминают Дело Да нет Совсем Не в этом Дело И дело Не в том Что там Обмутсмен Значит Женщина По Подростковый Обмутсмен Попросила Там Бастрыкина Забрать Понимаете Или что Родители Там Плакались Нет Просто Значит Настало Время Говорить С тем Высокопоставленным Человеком Куда Так сказать И попал Владислав В чье окружение Попал А У Даже У начальника Смоленского управления Следственного комитета Не было Таких Полномочий На таком уровне Значит Вести Какие-то Разговоры Переговоры Допросы Или какие-то Другие Следственные действия Поэтому Следственный комитет Взял на себя И все это Оформил Так сказать И И лежит Так сказать В отдельной Тоненькой Папочке Материал 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 Связанный Соответствующий Истине Значит Будем Говорить Ну Компра На Кой-кого Кой-кого И будет Лежать Пока не будет Отмашки Обнародовать Доживем До таких Времен Или нет Или это Будет В чем-то Сейфе Пылится Тоненькая Папочка С фактическими Данными О том Куда Девался Наш Влад Бахов Вот Так что Я Это чисто Мое мнение Понимаете Называйте Это версией Называйте Это Предположениями Называйте Это Мнением Как хотите Но это Не то что я Выдаю На гора То что В деле Имеется В следственном Деле Иначе Вы мне Сказали Что это Ты выдаешь Там Тайну Следственную Которая Стала тебе Известна При Общении Там При Участии Там В том Или Ином В той Или Ипостаси В официальном Расследовании Ну В качестве Свидетеля Там Допустим Нет Мне Ничего Не стало Известно Это Я Путем Собственных Умозаключений Делаю Такие Выводы Правильные Они Или Нет Покажет Жизнь Покажет Жизнь Но На сегодня Я говорю Что Никто И Никого Не думает Ни за что Привлекать К уголовной Ответственности Потому Любой адвокат Даже Самый Начинающий Зеленый Тут же Разобьет Эту версию Что Этот человек Виновен В убийстве Если он Вообще Если убийства Даже не было Понимаете Я думаю Что Вот эти Останки Это Камень Преткновения Сейчас Это Единственный Покажет Камень Преткновения Ну Если Есть возможность Назначить Допустим Была бы Возможность Назначить Независимую Экспертизу Где-то За рубежом Платную То Тут же Стало бы Известно Значит Вот эта Вся ложа Которая Я говорю Подтверждена Документально Будет заключением Экспертизы О том Что эти Останки Не являются Извиняюсь Останками Влада Бахова А являются Останками Неизвестного Старичка 70-летнего Причем Могильной Давности Как уже Говорилось 8-10 лет Назад Было Закопано Тело Значит Извлечено И подброшено На это место Где нашли 1300 метров От поляны Вот Поэтому Поэтому Я и говорю Что Эти останки Скорее всего Будут Кремированы И переданы Родителям Уже В виде Урны с прахом С залой И прахом По которым Невозможно Будет Естественно Провести Независимую Экспертизу Или вообще Затеряются В недрах Так сказать Бюро Судмедэкспертизы Уборщица Тетя Паша Хейтер Это ее Фамилия Может быть Просто Случайно Выбросит их Значит В помойку Оттуда Вывезут Значит На подмосковный Полигон А там Значит Разберутся С ними Да и не найти На этом полигоне Потому что Там Людей не находят Значит Пропавших На этом полигоне И говоря уже Об останках Неизвестных Неизвестно чьих Которые уже Однажды И побывали В земле Вы извините Что я так Прихохатываю Немножко Потому что Мне Самому Дико И чудовищно Рассуждать На такую Тему Понимаете Дико Чудовищно Да и опасно Может быть И опасно Может быть В чем Эта опасность Не знаю Но нутром Чувствую Что и опасно Может быть Хотя Если бы Например Я сказал Что я Располагаю Я располагаю Значит Неопровержимыми Доказательствами Того Чего я говорю То Скорее всего Это было бы Опасно А я вот для тех Кто так сказать Мылится со мной Что-нибудь Может быть Сделать Говорю Специально Ребята Нет у меня Таких доказательств Понимаете У меня есть Только Свидетельство Человека Оттуда Откуда Не скажу Вот А это Не доказательства Понимаете Это лишь подтверждение Я говорю Моей версии Моей теории Моих Домыслов Догадок И предположений О том Что Влад Бахов Жил Вот Так что Не надо Значит Мне устраивать Никакие ДТП Не надо устраивать Падение кирпича С крыши Значит Помру я Своей естественной Смертью Поверьте мне А если Что-то такое Вы сделаете Да дебилы Вы да и все Всем я вас И поздравляю Да дебилы Уже те Кто Значит Вместо того Чтобы справедливого Законного Быстрого Профессионально Грамотного Расследования Этого дела Значит Пошли вот по такому Скользкому пути Что какой-то Бывший следователь Вот с 34-летним Стажем Сидящий Значит У своего Айфона Или как он там Называется Значит Рассказывает вот такие Вот истории Которые Кое-кто Ну может быть Даже большинство Сочтет за небылицы Понимаете И не надо было бы Вот этого всего И не надо было бы Вот этих вот Ахов Охов Этих Многотысячных Аудиторий Значит Которые Значит Пьют Сердечные капли Значит И ждут Каждого ролика Каждого известия О том Как движется Расследование А оно не движется И не будет двигаться А ему некуда двигаться Оно уже Двинулось И так Двинулось Оно уже Понимаете Оно уже Себя за хвост Начинает кусать Это расследование Вот поэтому Я говорю Что Хотите Верьте Хотите Нет Значит Хотите Свои версии Какие-то Выдвигайте Но то Что я предлагаю Обсуждать Под каждым Моим роликом Мои слова Мои доводы Это Несомненно Это Несомненно Я даю вам слово Даю вам такую возможность Даю возможность Выпустить пар И сказать Что вы по всему этому думаете По всему этому думаете Там некоторые говорят Доставьте вы родителей Там в покое Перестаньте вы Значит Плясать на костях И так далее Мы не пляшем на костях И мы не задеваем родителей Стараемся не задевать Более того Я сейчас скажу вам Что Не исключаю Что родители Так же как и нас с вами Водят за нас Следственный комитет Говорят Что вот Назначаются Там Десятки еще Экспертиз Что они будут Идти 22-23 год И может быть дальше Что останки Все это время Никто Родителям не отдаст Для захоронения Что значит Есть люди Которые говорили Об убийстве Значит Ну может быть И говорили Мы говорим с вами О возможности убийства Но Это не значит Что мы убили Понимаете И что вот уже Чуть ли не есть Кого привлекать Ну Это все Чушь Собачья А самое главное Что Камень преткновения Это сами останки Вот эти Что это за останки Дедовские Которые Экспертиза Признала Останками Влада Бахова И особенно Черепушку Значит Черепушку Я так неуважительно Говорю О том Об этом черепе Что Это не моя вина Так сказать Что я так говорю Нам так преподносят Нас считают За быдло За идиотов Значит Преподносят Значит Что Вдруг Значит Останки 70-72 летнего Старикашки Останки Восьми Десятилетней Могильной давности Превратились В останки Шестнадцатилетнего Парнишки Что вы говорите Ну Что вы говорите Я делаю выводы О том Что могли И родители Значит Вернее И родители Могут Вводить В заблуждение И за нас Вводить Почему Потому что Я смотрю Что как бы Анастасия Она искренне Переживает У нее ком Горли Когда она говорит У нее Интонации Такие Которые Не обманывают Меня лично О том Что она Волнована У нее Видите Она И про следственные Комитеты Говорит Что Они там С двадцатого Года Ничего не делают То есть Она Говорит Только как есть Действительно Хотя до этого Везде Она Во всеуслышание И она И Бородкина Говорили Что Следственный комитет Работает Прекрасно Следственный комитет Делает все Что необходимо Все это Контролируется Бородкиной Значит Каждое их Желание Каждое их Требование Неукоснительно Исполняется Это не про Следственный комитет Москвы Значит Ну Они Может быть Не допонимают Или не допоняли И сейчас Может быть Не поймут Что Все это Не так Что Дело Успешно В кавычках Начатое Следственным комитетом Смоленской области Управлением Смоленской области Успешно Продолжает Следственный комитет Центральный аппарат Следственный комитет Российской Федерации Так что Не знаю Не знаю Значит И убеждать Никого Не собираюсь Естественно Никого Так Ну Если Значит Это так Вот я уже говорил Как говорят Бородкин И Анастасия Что все Так сказать И сейчас На мази Только медленно Что-то раскачивается Да немедленно Оно раскачивается Никак оно не раскачивается И никак Вы на это Не повлияете Значит Ни на эти Идущие годами Экспертизы Ни на что Ни на командировки Которые Ни к чему Значит Деньги тратить Ездить в командировки В которых Ничего Не добудут И не против Никого Не добудут Потому что А никого и нет Никто и не убивал Вот Поэтому Никто и не арестован Не арестовывается Вот когда пойдут аресты Так сказать Я так скажу Да Слушай старый Ты ошибся Ты ошибся Оказывается Там Действительно Варилась каша Значит Собирались доказательства Для того Чтобы Так сказать Одной ночью Арестовать Значит Десять человек Допустим И сделать Десять обысков Значит И провести Другие Следственные мероприятия А нет Такого нет Думаю Ну нет И думаю Не будет Вот в чем дело Вот Так что Бесконечные Экспертизы Эти Это фейк Главное Что Даже если бы Они и были А что они дадут Так сказать Для раскрытия преступления Для доказательства Чьей-то вины Да ничего Они не дадут Понимаете Разве Так сказать То каким Допустим Установят способом Отделенный Извиняюсь Конечно Нет Нет Конечно Но это надо Конечно Устанавливать Но параллельно С тем Что говорит Сидящий Ненар Иванов Сидоров Или Петров Вот Вот так Это должно Идти Вот Поэтому Я не знаю Что даже Посмотрите Нам даже Сказали Значит Что даже Название Этих Экспертиз Запрещено Вслух Говорить Что это является Тайной следствия Да господи Боже мой Так сказать Открой Любой Учебник По судебной Медицине Значит Или какой-то Другой трактат И посмотрите Что Какие Экспертизы Проводятся В отношении Там Найденных Человеческих Останков Ну Их Несколько Там Всего лишь Понимаете Они Десятки Как они Говорят И Негода Медлящиеся А тем Более Дело Об убийстве Там Говорят Там Три Четыре Всего Эксперта Работают Значит На всю Страну Да О чем Вы говорите О чем Же Вы говорите Их Десятки А может Быть И сотни Там Работают Центральном Аппарате Бюро Судебной Медицинской Экспертизы Российской Федерации Вы Чего Говорите Кроме Того У них Десятки Лабораторий Разбросаны Кроме Того Там Подтянуты Все Институты Необходимые Где Есть Соответствующие Оборудования А Вы Говорите Такую Ерунду Что Время Тянется Потому И это Не просто Какой-то Следователь Из Демидовского Района Назначает Экспертизу А Бастрыкинские Орлы Сидящие Центральном Аппарате И нам Говорят Что эти Экспертизы Зависит От Коронавируса А теперь Говорят Что от Того Что Следователи Меняются А теперь Говорят Что от Того Что всего Три Четыре Эксперта На всю Странную Значит Делают Эти Экспертизы Да тьфу На вас Не дай бог Так сказать Действительно Я просто Возмущен Тем Той Пургой Которую Несут Значит Нам Вешают Эту Пургу Глапшу На уши Господи Прости Мне Грешного Ну Вот Друзья Вот Что Я хотел Бы Сказать В Завершение Я хотел Бы Сказать Что Мне Бы Очень И Весьма Не Хотелось Узнать Что Во Все Этой Вонючей Фейковой Каши Замешаны Каким-то Образом Родители Влада Бахова Значит Мне Бы Гораздо Легче Сердечно И умственно Было Считать Что Их Тоже Как и Всех Нас Водит За нос И Следственный Комитет Бородкина Вот И Это Было Бы Ужасно Значит Что И я Хочу Верить Значит И Знать Что Они Страшно Переживают Да Оно Вроде бы По ним Бы И Видно Значит Андрей Вот Как и я Значит Небритый Значит Выходит И говорит Горькие слова Анастасия Пусть там За Экраном Где-то Говорит Пусть она Это слышно Значит Читает По бумажке Где она Будем так Говорить Спотыкается Снова Возвращается К тому месту Где споткнулась Ну И Чтение Всегда Так сказать Отличается От Живой Колоритной Собственной Речи С Переходами Разными И так далее Ну Ну И что Читает ли она Извините меня А может быть Так велико Волнение Что Слово Не скажешь Без бумажки Ну Предварительно Написала А то Некоторые Говорят Что Вот И там Кто-то Подготовил Речь И принудил И она Значит Отзвучивает То есть Говорящая Голова Да Не Верь Мне бы Хотелось Вернее Не верить В это Я Стараюсь Не верить В это Вот Я Стараюсь Не верить То Что Там Морозова Порой Говорит Евгения Блогер В то Что Допустим Останки Вот я не помню Останки Влада Это или не Влада Но она Сказала Что Останки Давно Родителям Отданы Еще чуть-чуть Не в апреле Прошлого года И захоронены Там где-то Неизвестно Где Я и в это Стараюсь Не верить Понимаете Хотя Останки Могли быть Захоронены Но это Не останки Влада Даже если Не в апреле Прошлого года Захоронены Эти останки Родителями То это Не останки Влада Бахова Влад Жив Жил Жив И будет Жив И живее Всех Живых Поэтому Я говорю Что Я родителям Сострадаю Я Родителям Желаю Здоровья Я желаю Им Как бы Ну Успехов И счастья Им не пожелаешь Потому что Развито Счастье Они все равно Потеряли сына Они потеряли сына И может быть Безвозвратно Хотя он и жив Я не знаю Так сказать Вернется ли он В родные пенаты Вернется ли В том виде В котором ушел Ну я имею ввиду В своем Или уже Облик у него Может измененный И Все данные Паспортные Установочные Кто ее знает Мы не знаем И не надо Нам знать Нам бы хоть Показали бы Живого Вот А вы знаете Что Чудеса Возможно Возможно Раз Уж у меня Такие сведения Поступили О которых Я вам сегодня Рассказываю То возможно Значит Для меня И для вас Поскольку я Не буду держать Раздобудут И Фотографию Или видеосюжет Какой-то С нынешним Владом Бахом Это будет счастье И мне абсолютно Будет все равно Где он Что с ним Кто его Куда-то увез Мне главное Знать Что Владик жив Владик жив Вот Ну и Видите Я тоже Листки перекладываю Потому что Для памяти О чем Как бы Говорит Вот Мы говорили Что он мог Уехать Добровольно Что у него Были мотивы Значит Что это был Даже если Это его был Личный выбор Все равно Значит Элементы криминала Тут имеются Поскольку Речь об этом Подростки Ну и Хочу в заключение Сказать Родителям Терпение Скрипя Если вы Если вы живы Мы знаем Я знаю Что вы Живы Что Живется вам Нормально И может быть Даже Лучше Чем миллионам И миллионам Россиян Я рад За вас Мои подписчики Которые Поверили В то Что вы Живы Тоже Рады За вас И Готовы Поддерживать Вас Во всем Если наша Помощь и поддержка Вам нужна Вы можете Мне Написать В личку Под каждым Роликом Там Моим Есть Написаны Мои данные И Во всех Соцсетях Я есть Во всех Вы можете Сами прислать Свою фотографию Или какой-то Видеосюжет Который Вы считаете Необходимым А может даже Обращение К миллионам Людей Которые Переживают За вашу Судьбу Обращение Простое Здравствуйте Я жив И здоров Спасибо Всем За то Что вы За меня Переживали Переживаете Но Я уже Взрослый И сам Определяю Свою судьбу Пока Это как бы Владик Это ты Можешь Такое Сказать Ну Другими Может быть Своими Словами Вот И хочу Владиславом Навы Потому что Вы уже Взрослый Передать Большой Привет От Всех Кто Душой И сердцем Все эти Годы Переживал И переживает Конечно За вас И Дохрани Вас И всех Нас Господь С вами Был Евгений Гордеев Из Славного Города Героя Смоленска Друзья Мои Прошу Без Оскорблений Без Всяких Переходов На личность Без Обзываний Без Каких-то Оскорблений Кого бы то ни было Включая Естественно И адвоката И родителей И Сотрудников Следственного комитета Я понимаю Их Я знаю Что они делают То Что должны Делать В такой ситуации Понимаете А поэтому Как я могу А тем более Значит Если им известно Значит Что Влад Бахов Жив Что они должны Сейчас Весь этот год Кого-то допрашивать Кого-то задерживать Кого-то там Арестовывать Они Они Работают Время работает На них А они работают На то Чтобы это время Затянуть С какой целью С политической Или С юридической Или С целью Иной Какой-то По просьбе По чьей-то Понимаете Или по требованию Даже Чьему-то Давайте Не будем Осуждать Потому что Только тогда Можно Когда На их месте Прочувствовать Все это Понимаете Но я вам хочу Сказать Что скорее всего Следователи По столь Важному Резонансному Делу Меняются Как перчатки Не случайно Не случайно Не у каждого Значит Есть Желание И возможность Кривить душой Выполнять Требования Начальника Идущие В разрез Например С требованиями Закона Вот Или плясать По чью-то дудку Значит Хотя Следователь По закону Независим Подчиняется Только закону Независимое лицо Подчиняется Только закону И вправе Даже Не выполнять Требования Начальства А писать Значит По этому поводу Выше стоящему Начальнику Значит Апелляцию Докладную Вот Что я хотел бы Сказать И Еще хочу Сказать Значит Я знаю Что все Люди добрые Но Хотел бы Чтобы вы Проявили свою доброту В реальной жизни А именно Кто чем может Кто обладает Такими возможностями Желанием Помочь материально Приюту Кота Вася 67 У нас Сейчас в нем 45 Животных Значит Одна кошечка Масяня К сожалению Умерла Другая Исчезла Бесследно Как вот Влад Бахов Прямо С крыльца Дома В деревне Исчезла Две недели Значит Я ее искал Там даже больше Около 20 дней Вернулся В Смоленск Ни с чем И две Тут же появились Откуда Не возьмись Одна Черная Пришла На колени Мне легла Вот в сквере Здесь около самолета И уснула Я так сказать И Спящую Мы ее домой С сыном И принесли А вторая Точно такая же Как у нас Пропала Сямочка Только более Пушистый хвост И более густая Шест Наша более Гладкошерстная Была Такая же Ласковая Такая же Красивая Такая же Голубоглазая Ну просто Чудеса какие-то Вы понимаете Что Черт Украл А Бог Дал Взамен Просто в шоке Ну вот у меня сейчас Машина в ремонте Я не могу Сейчас поехать В деревню Опять Но мне бы позвонили Потому что Везде там развешены Мои объявления Объявлено Вознаграждение 2000 рублей За поиск Ну за За возвращение Киски Сосед мой Бывший директор школы Поднапряжен Под это дело Ну пока Ничего Нету Ни ответа Ни привета Не знаю Собаки Лисица Какая-нибудь Ну не могу Еще сказать Ну короче Вот так Друзья мои Если кто Кто-то еще не верит Что у меня есть Этот приют Посмотрите Вот даже Хотя в последний ролик Я тут Брожу По Помещениям И показываю Где кто у нас Спит Кто чем занимается Дай вам всем Бог Нам всем Бог Здоровья Мира И благоденствия Пока